Северские районы В 1942 году был оккупирован немцами. Фашисты хозяйничали здесь около полугода. За это время, согласно архивным документам и свидетельствам, убиты и зверски замучены сотни наших земляков, в том числе женщины и дети. Мы никогда этого не забудем и не простим. Вечная память героям, бесконечные слова благодарности за мирное небо над головой. Также хочу выразить свои слова благодарности тем героям, которые, кто бы мог подумать, и в наши дни сражаются до сих пор с фашизмом. Хочу пожелать им всем вернуться домой здоровыми, невредимыми и с победой. Этот день для кубанцев – ещё один день победы, которая досталась страшной ценой. Память защитников почтили минутой молчания. К вечному огню по традиции возложили цветы. На аллеях парка организовали настоящую экскурсию в прошлое. Целая серия инсценировок позволила гостям погрузиться в атмосферу того времени. Отважно сражались с врагом партизанские отряды нашего района – Иль, Овод и Мститель. Спасали жизни солдат, врачи и медсёстры в полевых госпиталях. С самоотверженным трудом, без сна и отдыха ковали победу в тылу мирные жители. С участниками экспозиции все желающие могли сделать фото на память. Муниципальный ансамбль «Весна» выступил с тематическим концертом, на котором прозвучали военно-патриотические песни. «Я жива, жива, ленин тобою, я всю войну тебя ждала». Знамёна, флаги и тематические баннеры дополняли атмосферу прошлого. Здесь же, на аллеях парка, организовали несколько тематических выставок, на которых можно было познакомиться с творчеством воспитанников школ искусств, увидеть газетные вырезки и снаряжение времён Великой Отечественной войны.